Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Елена. Добро пожаловать ко мне. И привет вам, пламенный из Владимирской области. У нас только недавно закончился дождь, поэтому я под навесом в нашем новом сарайчике. Он еще не до конца обустроен, но вот есть уголочек, где теперь можно снимать. Итак, у нас сегодня видео довольно интересное. Речь пойдет о четырех удобрениях, которые объединены одним маленьким секретом. И этот секрет я для вас раскрою. Что это за удобрения? Это опилки, хвоя, зола и яичная скорлупа. Четыре довольно известных удобрения, которые все используют, но может быть не все знают. Маленький секрет, который их объединяет. И сегодня я вам его раскрою. Давайте же перейдем к делу. Каков же секрет четырех удобрений? Удобрения, как вы видите, можно сказать, что народные, но в принципе их все знают и все используют. Это зола, опилки, хвоя и яйца. Яичная скорлупа. Так в чем же секрет? Секрет довольно простый. Он объединяет все четыре удобрения. Верхний ряд, вы видите, это необработанные, то есть те, как есть удобрения. И нижний ряд, это уже обработанные. Секрет в том, что верхний ряд закисляет почву, а нижний раскисляет. Что это значит? Например, у вас торф или перегной, то есть земля довольно-таки жирная, и вам нужно ее немножко разбавить, то есть закислить немножко. Для этого подойдет непросеянная зола. Вот она. Чистые опилки, необработанные. Вот они. И чистая хвоя. Также необработанная скорлупа, которую вы просто мнете рукой и бросаете в землю. И наоборот, если у вас, например, очень кислая земля, то есть песок и супесь, то есть это суглинок с песком, и вам нужно немножко облагородить, подпитать эту землю, подойдут, то есть раскислить. Подойдут просеянная зола, вот она, опилки, вымоченные, например, в навозе или в моче, не будет это парадоксально звучать, обычная человеческая моча. Примерно 2-3 месяца они вымачиваются и потом их можно класть в землю. Такие опилки, перепревшие с землей и с листьями хвоя и перетертые в пыль, практически, перетертая скорлупа. Вот такой маленький секрет, который объединяет эти 4 довольно простых удобрения, которые все используют, все применяют, но, возможно, не все знают этот маленький секрет. Вот такой маленький секрет. Надеюсь, что кому-то было это полезным видео и приятных вам дачных работ, чтобы все росло и возрастало. И используйте удобрения с умом. До новых встреч! Увидимся! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok